Добрый день, дамы и господа! В сегодняшнем видео уроке мы разберемся, как покрасить фотографию из черно-белого в цветной. Ну что, погнали! Первым делом сканируем фотку. И перед тем, как нам приступить к работе, нам необходимо собрать информацию об объекте. Например, цвет волос, глаз, губ и прочих немаловажных деталей. После всего этого заходим на Яндекс, ищем подходящий референсный файл. Имеется в виду любое цветное изображение, с которого нам необходимо в дальнейшем взять образцы цвета кожи, глаз и прочих деталей, о которых мы недавно говорили. В моем случае вот это изображение мне подходит с лихвой. Я его сохраняю на компьютер и перетягиваю в фотошоп. Далее нам необходимо взять пипетку и взять вот приблизительно такой усредненный тон кожи, ни темный, ни светлый. Тыкаем левой кнопкой мыши по необходимой области. Так у нас выбрался данный цвет в палитре. И переходим на основную фоточку. Далее создаем корректирующий слой и жмем Solid Color. Открывается палитра с уже выбранным нашим референсным цветом. Нажимаем ОК. В слоях выбираем вот этот белый листочек. Нажимаем Ctrl-I. У нас появляется изображение как бы в исходном виде. Далее выбираем режим наложения Color. После берем белую мягкую кисть. Непрозрачность и нажатие на 100%. И начинаем аккуратно обводить детали согласно выбранному цвету. Как вы могли заметить, в моем случае это кожа. Поэтому я обвожу исключительно только кожу. Как вы могли заметить, я чуть-чуть поторопился и покрасил губы. Но я думаю, вы уже поняли, что необходимо проделать такую же ситуацию с губами. То бишь выбрать референсный цвет для губ нашего референсного файла. И соответственно, таким же образом, как и кожу, обвести. Давайте повторим на примере глаз. Берем референсный файл. Пипетку. И выделяем такой вот усредненный цвет. К примеру, вот такой вот голубоватый. Все, притрекали цвет. Создаем снова корректирующий слой. Solid Color. Перетягиваем вверх. Затем выделяем белый листик. Ctrl-I. В общем, над каждой деталью проделываем все то же самое. Только ставим соответствующий цвет. Ну и вот дело осталось за малым. Осталось покрасить фон. Красить мы его будем тем же самым способом, который мы используем в сегодняшнем видео. Для того, чтобы нам сохранить текстуры фона. Цвет я подобрал на свое усмотрение. Ну и также после всего проделанного, если вам показалось, что цвет недостаточно приемлем, вы можете его изменить в настройках маски. Просто тыкаем два раза по цвету слоя и вносим изменения в цвете на ваш вкус и цвет. Ну и вот, в общем, как-то так. Спасибо за просмотр. Надеюсь, для вас это было полезно и познавательно. Подписывайтесь на канал. Ставьте лукасы. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok